Ковалёво. Село в Лискинском районе Воронежской области. Административный центр Ковалёвского сельского поселения. Старожилы края сообщают следующие подробности об истории поселения и его округе. С Острогорского уезда здесь все выселки. Милахина, Пухова, Пучина, Кламыцева, Попасная, до самого Щучьего. Раньше, где сейчас станция Ковалёва, ничего не было. Жил один хозяин, Ковалёв, а станцию назвали Пухово по названию села Пухово. Тут место было ровное. А там, где село Пухово, Авраги и станцию ставить негде. И по расстоянию от Лисок было удобно сделать там станцию. Что от Лисок, что от Евдокова. Одинаково. Потом при станции стали люди поселяться. А всё село стало называться по фамилии того Ковалёва. Ковалёв этот, вероятно, тоже переселенец Острогорского уезда. Земли надо было населять. Когда строили железную дорогу, то нанимали людей. На гарбах песок возили, насыпь делали, шпалы пилили. Тут столько леса было. Вот почему балка на Россыш, которая начиналась 2-3 километра от села Пухово, называлась караечник. Так как там было много деревьев, которые назывались караечник, вязы. У вязов древесина твёрдая, как дуб. Роборова, Чиплеева, Пятневка – это местечки возле села Пухово. Из Пятневки брали глину, красную и жёлтую. Шведово – русское село, а село Лиски – хохлы натуральные. Раньше Ковалёва называлась у нас Крыськова. И никто никогда не называл его Ковалёва. Была рядом с Крыськовым через Оврах маленькая Ковалёвка. Там было несколько домиков, в которых жили люди. И по сей день она называется маленькая Ковалёвка. В 1900 году в переписных документах значилось «Хутор Ковалёва у Аврага Приволье, 42 двора, 288 человек». Юные краеведы Ковалёвской школы установили, что село ведёт отчёрт свои биографии из глубины XVIII века. Село якобы называлось Крыськовым по фамилии Острогорского казака-первопоселенца. А нынешнее своё кузнечное название носит с 1871 года. С тех пор, когда в Крыськово пришли кузнецы, которые ковали железную дорогу и построили станцию Пухово. Железная дорога была проведена в 1891 году и построено здание вокзала. Станцию назвали Пухово. Старый вокзал был деревянным и очень красивым снаружи. В 1963 году был построен новый вокзал, который своим видом напоминал старый. В 1930 году в «Хуторе Ковалёва» был создан колхоз с громким названием «Гигант». Это имя не прижилось, и впоследствии колхоз претерпел реорганизацию, а хутор разросся и стал селом. В годы Великой Отечественной войны с июля 1942 года по январь 1943 года село Ковалёва было оккупировано. Более ста человек расстреляли фашисты. В «Хуторе Шведова» они расстреливали ни в чём не повинных людей и сбрасывали их в силостную яму. Первая школа в селе появилась в 1934 году. Современное здание строилось в 1964 году. В 1966 году новая школа выпустила первых своих учеников. В 2013 году школу закончат 9 выпускников 11 класса и 15 учеников 9 класса. В 2018 году сделали многофункциональную спортплощадку в селе Ковалёва. Площадку размером 48 на 28 разместили на территории школы. Спортивная зона оснащена футбольными и хоккейными воротами. Есть щитки с баскетбольной сеткой и сетка для игры в волейбол. В зимнее время площадка будет использоваться как каток. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских поселений» из областного и местного бюджетов на работу выделили около 5 миллионов рублей. Также провели ремонт и в Доме культуры. В танцевальном зале и фойе здания выложат плиткой полы и обновят стены. Дом культуры построили в 1971 году. За это время проводили только косметический ремонт. Капитальные работы разделили на несколько этапов. В 2015 году отремонтировали фасад здания. В 2016 году заменили отопительную систему. Ковалёвская средняя общеобразовательная школа носит имя героя Советского Союза Петра Алексеевича Козлова. Также в Ковалёву есть Ковалёвская амбулатория. На данный момент в селе Ковалёво проживают 1303 человека.